Самый гармоничный и самый таинственный творец Сама природа Это сказал человек Чуть позже вы узнаете, кто именно это сказал А сейчас внимательнее прислушайтесь к выражению Гармоничность природы Гармония значит мир, равновесие, счастье, не так ли? Но разве она безмятежна? Жизнь больших и малых детей природы Теперь вернемся к фразе о гармоничности природы Тот, кто ее сказал, и тот, кому мы обязаны открытием стресса Один и тот же человек Ганс Селье Канадский ученый венгерского происхождения Открытие сделано в 35-м году И слово стресс сейчас знакомо всем Но почему-то так называют нервные потрясения или же напряжение Но по Селье стресс это состояние физиологическое Это ответ организма на любой раздражитель В опытах на крысах он установил, что разные воздействия Инфекция, отравление, травма и так далее Вызывают однотипную реакцию То есть на всякую опасность организм отвечает одинаково Сначала Селье назвал это синдромом болезни Затем синдромом биологического стресса После неизбежного периода непонимания и неприятия Теория завоевала всеобщее признание Так что кинопленка, запечатлевшая одну из лекций Селье Представляет собой немалую историческую ценность Он рассказывает сейчас об открытии локального стресса Как-то крысе на небольшом участке кожи удалили шерсть На следующий день, говорит ученый, это место обызвествилось Мне надо было нарисовать здесь крысу, но я неважный художник И у меня нет времени Если дать этой крысе миллиграмм витамина В То ничего подобного не случится Но в нашем случае Через 24 часа после удаления Небольшой части волосяного покрова Произойдет полное обызвествление этого места Произойдет так интенсивно Что кожа станет похожей вот на этот мел Реакция оказалась столь неожиданной Что мы тут же стали ее изучать Оказалось, что это локальная стрессовая реакция Она происходит не только при удалении шерсти Но и при щепке, повреждении или раздражении участка кожи Во всех случаях на этом месте будет наблюдаться обызвествление И так селье называет стрессом Единый стереотипный ответ организма на разные раздражители Обычно, когда мы говорим о стрессе В очередной раз объясняет селье Мы хотим сказать о так называемом общем стрессе Касающемся всего организма Но если я обожгу руку сигаретой Или ударюсь ее об стол То ответом будет локальный стресс И если ожог окажется настолько сильным Что повредит всю руку Тогда через нервную и кровеносную системы Это локальное стрессовое воздействие Пошлет сигнал гипофизу Тот начнет раздражать надпочечники И все перейдет в общий стресс Наконец, селье открыл и три неизменные фазы стресса Первая – тревога-потрясение Вторая – сопротивление приспособления И третья – истощение Три неизменные фазы Селье сравнивал их с самой жизнью В момент рождения Живое существо испытывает Сильнейшее потрясение Оно сразу попадает в иную среду И обязано быстро к ней приспособиться Поскорее встать на ноги И здесь детенышу приходит на помощь стресс Мобилизующий все силы организма Фазу сопротивления приспособления Можно сравнить, разумеется С периодом жизненной активности Что такое жизнь Если не постоянное приспособление К меняющимся обстоятельствам Любая активность Включает механизм стресса Она же дает и выход жизненным силам Стресс без действия и пассивности Селье считал гораздо более опасным для организма Но что все-таки лучше? Приспособление или сопротивление? Природа отвечает по-разному В зависимости от обстоятельств От индивидуальных особенностей Как поведет себя енот Попытавшийся украсть еду Из волчьей норы Природой предусмотрены два варианта ответа Эти варианты также открыл Селье Енот использует синтаксический Состояние пассивного терпения Сейчас его реакции Определяют нервные импульсы И химические сигналы Заставляющие прекратить Всякое сопротивление Хотя не следует проводить прямых аналогий Между поведением животного и человека Но что-то похожее есть И причиной тому Универсальный характер стресса Если уж организм избрал Синтаксическую реакцию Как способ выживания Он так и будет терпеть Пока не представится Случай сбежать Каков же второй тип ответа? Селье назвал его Кототоксическим От греческого ката Против Когда терпение означает гибель Когда нельзя убежать А надо защищать потомство Остается только одно Сопротивление Кототоксический вариант стресса Мобилизует мышцы, нервы, гормоны На борьбу На яростный отпор Благодаря чему Лиса оказывается способной Остановить опасного врага А затем увезти его От норы с детенышами КОНЕЦ 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 Все механизмы Все усилия природы Служат решению двух важнейших задач Сохранению жизни И продолжению рода Все силы Все жизненные ресурсы Приводятся в состояние полной готовности И в этот самый момент Следует решающий экзамен Схватка с соперником Кто победит Тот и докажет Что его потомство Будет более сильным И жизнеспособным Требуется только доказательство И ничего более Потому-то в подобных схватках Никто не погибает Не получает серьезных увечий После предельного напряжения Нужно время для восстановления сил Релаксации Ну вот встретились бойцы Упорные Одинаково сильные Оба могут драться До полного изнеможения Нет, оказывается, не могут Инстинкт Заставляет их прекращать драку И делать перерывы Чтобы немного прийти в себя Силы равны Но кто-то из них победит Тот, чей организм Лучше переносит Длительное стрессовое напряжение Длительное стрессовое напряжение Длительное стрессовое напряжение Это не обязательно схватка Не обязательно вечный бой Это и жизнь в состоянии страха Ввиду надвигающейся угрозы В таких условиях Синдром адаптации Может представлять собой И добро, и зло Если стресс побуждает к активизации действий К поиску выхода из трудной ситуации Он помогает спастись Если животное впадает в панику В истерику То стресс вливается в иные формы И может привести к гибели Синдром адаптации Синдром адаптации Тип реакции зависит от субъективных факторов Можно залезть на дерево Спрятаться Это уже знакомый нам синтаксический ответ А можно избрать активную программу действий Тут идут вход и палки, и камни Нервные импульсы и новые дозы гормонов Буквально не дают остановиться Но если это будет продолжаться слишком долго То стресс перейдет в третью фазу Истощение Переход в эту фазу Зависит от врожденной способности организма К адаптации Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, например, дикое животное попадает в неволю. Мгновенно активизируются надпочечники, выделяются гормоны, адреналин. Иммунная система включает защитные механизмы, а параллельно образуются язвочки в желудочно-кишечном тракте. Так организм реагирует всегда на любой из раздражителей. Это и есть то, что первым понял Селье. Чтобы приблизиться к состоянию равновесия, олень обязан сжечь лишнюю энергию. К обретению равновесия стремится каждое живое существо. Олень уже много раз обижал весь загон, однако стресс все гонит и гонит его по кругу. Наконец наступает третья фаза истощения. Олень прекращает свой бег, иначе он просто рухнул бы замертво. А так он останется в живых, восстановится через какое-то время и постепенно привыкнет к новым условиям. А так он останется в живых, восстановится через какое-то время и постепенно привыкнет к новым условиям. А так он останется в живых, восстановится через какое-то время и постепенно привыкнет к новым условиям. А так он останется в живых, восстановится через какое-то время и постепенно привыкнет к новым условиям. А так он останется в живых, восстановится через какое-то время и постепенно привыкнет к новым условиям. могут привыкнуть к неволе и погибают но таких сравнительно немного большинство приспосабливается и привыкает привыкает к стрессу неволе вроде бы здесь безопасно и заботятся о тебе и не надо еду добывать а стресс не отступает нет естественной среды нет стимулов побуждающих к активности движению решению трудных задач стресс подавленности и скуки губят чаще чем все стрессы вызванные борьбой за существование неволя убивает что-то внутри как в индии давно уже знают что дикого слона можно поймать и приучить к работе но заставить размножаться нельзя впрочем слоны выросшие в зоопарках и цирках потомство дают не ведая что такое свобода а что такое свобода для животных живущих стаей это настоящий свод правил поведения нарушать которые не позволено никому с одной стороны стая защищает каждого от врагов и прочих внешних опасностей помогает выжить с другой заставляет придерживаться поведение соответствующего иерархии в стае избавляет ли это от стресса внутри стая идет постоянная борьба за лучший кусок за близость к вершине власти самки оспаривают благосклонность вожака самцы борются за право на самку все это вторая фаза постоянное приспособление к обстановке избежать истощения энергии помогают те же правила поведения их соблюдение даже вынужденное значительно снижает силу стресса побежденный принимает позу покорности и конфликт исчерпан природа как правило всегда против чересчур сильного стресса в отличие от человека который нередко оказывается за бега вот мощнейший стрессор и для лошадей и для жакеев и для игроков на трибунах и подробно но состязание азарт дают ощущение полноты жизни полноты чувств мобилизованы все ресурсы организм работает на пределе возможностей и это воспринимается как состояние высшего взлета не важно что никакой стресс не проходит бесследно что каждой реакции оставляет свой след и что организм изнашивается быстрее стресс это жизнь а жизнь есть сумма перенесенных стрессов теперь вновь обратимся к словам ганса селье с точки зрения стрессовой реакции не имеет значения приятная или неприятная ситуация с которой мы столкнулись имеет значение лишь интенсивность потребности в пристройке адаптации к новым условиям природа наделила пингвинов надежной защитой от холода теплым пухом и подкожной жировой прослойкой природа научила их собираться в относительно защищенном от ветра месте и стоять плотно прижавшись друг к другу так чтобы снизить расход тепла пожалуй самые сильные стрессы в жизни пингвинов связаны с выращиванием потомства в полярных условиях это очень нелегкое дело у них чрезвычайно развит родительский инстинкт малышей не держат теплой проложенной пухом сумки и только в хорошую погоду упускают на прогулку какое потрясение какое горе испытывает пингвин когда детеныш все-таки гибнет ни пурга ни мороз не способны вызвать столь сильную стрессовую реакцию где же найти возможность разрядки как уменьшить разрушающие воздействие стресса для пингвина выход заключается в бурном проявлении родительских чувств недаром же этология наука о поведении животных утверждает что каждому виду свойственен свой тип поведения определяющий возможность жить и продолжать себя в потомстве тип поведения предписанной средой обитания особенностями физиологии и психологии и последнее в этом фильме цитата из ганса селье если рассматривать нас с вершины всеобщих законов природы мы все удивительно похожи природа неиссякаемый источник всех наших проблем и их решений и 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